Привет, дорогие друзья! Привет, дорогие зрители! Ну и чудо-комментаторы! Мое отдельное вам здравствуйте! Поговорим о Самвеле Адамяне и, конечно же, маму. Ну что ж, на мане же все те же. Мама, наверное, с этим нарядом не расстанется никогда. Мне кажется, если его поставить, он будет точненько стоять и дополнять елочку. Вы знаете, ребята, я смотрю и просто угораю, сколько дней эта женщина не переодевается. Мне вообще интересно, а душ она, походу, вообще принимает хоть как-то или нет? Или вот она ходит и за ней устойчивый шлейф тянет со всех ароматов? Ведь, согласитесь, она в этой одежде спит, целыми днями ходит, потеет, еще тогда многослойно укомплектована. Я представляю, какой это штын. Мама, пора переодеваться, пора купаться, потому что, как бы ни было конец года, к Новому году, как правило, все делают генеральную уборку. Но так как у вас есть помощница, в первую очередь необходимо генеральную уборку провести у себя любимой, на себе любимой, помыться, покупаться, в чистенькой переодеться и благоухать. Может быть, воспользоваться каким-нибудь дезодорантом, духами, ну, в общем, чтобы действительно быть свеженькой. Вы знаете, ребята, смотрела на эту картинку и просто умилялась. Сидят мужики и представляю, какими ароматами дышат. Приехал Самвелл, приехал Кока. Далее, да, Самвелл, конечно же, показал, какое вкусное блюдо он приготовил маменьке. Да, мама за полдня схомячила полпротивня. Вы знаете, я понимаю, глядя на нее, что действительно война войной, а обед по расписанию. Что бы в мире ни произошло, какие бы катаклизмы ни происходили, ТВ это никак не коснется. Она должна есть. И, кстати, ребята, объективности ради, далеко не каждый человек в состоянии будет столько съесть, в принципе, за два приема пищи. Поэтому в этом плане мама молодец. И все время у меня возникает вопрос. Даже при сломанных восьми ребрах она умудрялась много есть. Ничего ей не мешало. Ребра не болели, гематомы не болели. Ну, в общем, молодца. Далее посмотрела момент, там, где взвешивались на весах мама и Самвелл. И Коке с такой ухмылкой отметил, что Самвелл поправился. Вот интересно, почему же Пупсик не стал на весы, и мы бы все умилились от этих двоих диетчиков. Как же они похудели, как Коке на пользу идут занятия в тренажерке, каких успехов он достиг. Но все, мальчики опять взялись за себя и конкретно сели на диету. Наверное, решили к старому Новому году выйти два стройняшки в кадр. Хотя, мне кажется, им уже ничего не страшно. Далее Самвелл пожаловался и возмутился, нахрена ему такая актриса. Дорого она обходится. Он возмущается, да, что зрители кричат, что он на маме зарабатывает. Но, как он сам сказал, ничего на ней не получается заработать. И опять очередная ложь. Зачем так нагло врать? Потому что любой актер театра получает ЗП. Вот и ты, содержа маму, конечно же, получаешь, она, вернее, получает зарплату, а ты, как режиссер-постановщик, конечно же, бонусы. Интересно, почему он Колю копейкой не упрекает, хотя тоже платит ему зарплату за участие в своем шоу. И, кстати, да, стоит отметить отдельно, что мама приносит очень хороший доход. То есть, с мамонных роликов он зарабатывает в месяц до 7-8 тысяч долларов. Маменька обходится максимум в одну тысячу долларов. Поэтому он в любом случае в плюсе. Ну, конечно, нужно поныть, поплакаться и рассказать, как он линяет на маму. Ну, нифига подобного. Мама эти деньги честно зарабатывает. Ну, и далее началось. Пускай Эдик возьмет маму и на ней зарабатывает. Отдаю, дарю и тому подобное. Ну, не кидайся ты такими громкими словами. Во-первых, для того, чтобы с мамой выжить по максимуму, нужна определенная атмосфера, поддержка и, конечно же, забот мамы. Да, вот как механической куклы ключиком завел и понеслась душа в рай. И только тогда все сложится. Только тогда это будет готовый контент. Обязательно должна быть группа поддержки в виде Самуэла, которая так же тявкает, как и мама. По-другому звезды не сойдутся. И с мамой никто ничего не заработает. А Эдик явно не способен выжать с мамы тот максимум, который она может предоставить. Ну, кишкатанка. Он сам, скажем так, нудноват. И поэтому явно мама в его случае ему не помощник и не соратник. А Самуэл это да. Он заходит, дает маме заряд, да, вот этот задор бодрости. Еще и сам часто ее провоцирует. И вот тогда это действительно контент. И поэтому, если он даже отдаст маму, то Самуэл сядет в просаг. Все равно мама у него в плюсе. То есть, мама полностью окупает свое участие в этом шоу. И, кстати, далеко не каждый согласится себя выставлять фриком всего Ютуба. Ну, и далее, ребята, конечно же, прошествовали бояре на Игрень. Прислуга уже двор от снега почистила и встречают господ. Ребята, это нечто. Вы знаете, я вот смотрела и угорала. Думаю, вот ты сам попробовал свой пирог. Ты понял, что это полное Г, да. То есть, он явно горький. Понятно, если не снять шкуру с лимона, с апельсин, они будут горчить. И вот реально, да, ты принес говно. И ты сам, как никто, это понимаешь. Смысл его вести. Я думаю, что, вы знаете, ребят, это все исключительно для контента. У меня даже складывается такое ощущение, что он находит заведомо провальные рецепты. Либо сам их придумывает. Для того, чтобы ничего не получалось. И зрители с него орали. Потому что, действительно, если посмотреть, его готовка, это шоу. Кулинарное шоу, да, вот полного провала. Когда по факту никогда ничего не получается. И повторить за ним вот эти, да, рецепты. Явно ни у одного адекватного здравомыслящего человека и мысли не хватит. То есть, ты заведомо понимаешь, что это провал. Ты переведешь продукты, которые просто выкинешь. И мне кажется, что все он это делает специально. Точно так же, как и привезти на пирог этот на игрень, которому явно место в жерле, да, либо в мусорном ведре, но с позиции сытники все стерпят. И не впервой. И вот здесь началось самое интересное. Поражает тот момент, как облапывается весь этот пирог со всех сторон. Его руками поднимают, потом обратно, да, в тарелку ложат. Ну, в общем, ребята, просто трешняк. Такое ощущение, что, опять-таки, все это делается намеренно. И специально. Я бы, например, после таких действий к этому пирогу даже не прикоснулась. Но сытники это норм. Они все дегустируют. И вот этот момент, да, все засрали этот пирог. То есть, его со всех сторон понадламывали. Но никто его фактически не поел. И понятно, конечно же, что его выкинут. И я вот все чаще, глядя на эту картинку, понимаю, что все это делается, опять-таки, исключительно для контента. Для того, чтобы все начали возмущаться, писать комментарии, что, типа, зачем ты это повез на игрень? Или это там несъедобно и тому подобное. Потому что, в первую очередь, конечно же, Самвел на это и рассчитывает. Потому что эти рецепты, ребят, ну, изначально, если бы я эти рецепты читала, я бы понимала, что это полный провал. То же самое, как его булочки, например, да, и вот эти бисквиты с дырками и тому подобное. Сколько уже подобного треша мы наблюдали. Кока в этот раз, как никогда, был объективен. И, правда, сказал, что Самвел вечно готовит какое-то говно. Здесь я с ним могу согласиться, как никогда. Вы знаете, даже глупый человек раз в год, но выдает умную мисль. Его осенило. И вот действительно, очень четко описал все то, что предоставляет Самвел, вот эти его кулинарные шедевры. И, опять-таки, возник у меня вопрос, почему это, да, кулинарное, не знаю, вот это вот, как это корректно назвать, но, в общем, этот пирог было не отвезти к маме на игрень. Если бы разобраться, мама его бы с удовольствием схомячила, еще бы и похвалила. Вот там бы, где действительно контент зашел. Мама достойный, да, ценитель, так как она с голодовки давным-давно ничего нормального не ест. Ну, в ее понимании хлеба нет, сладкого нет, картошки нет, она не наедается. Здесь бы она оценила по достоинству. Еще нужно было туда же отвезти свои вот эти уникальные булочки. И мама бы рассказала, как это вкусно, и какие лакомые кусочки ей достали. А, в общем, хочется отметить следующее. Измельчал сценарий. Нужно как-то уже активнее включаться. Либо Самвел к концу года выдохся и не знает, что транслировать, либо нужно дружно гоп-компании сесть и придумать, продумывать новые сценарии. Готовка очень однообразна. Мама никакого трешняка особо не задает, никакого жара и тонуса. Пора что-то срочно с каналом менять. Просмотры могут просесть. Поэтому вот нужен очередной хайп, трешнячок именно на маме. Ну, вот так вот, ребят, для меня это выглядело. Продолжение, конечно же, следует. Ну, а пока я со всеми прощаюсь. До новых встреч! До новых встреч!